Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня поиграем в новый офигенный симулятор крушения кораблей Floating Sandbox. У нас сегодня, ребята, будет серия посвящена Титанику. И давайте так, друзья, если вам понравится эта игрушка и вы захотите больше роликов по ней, давайте, друзья, на этой серии наберем 1000 лайков. Ставьте, друзья, лайки. И, кстати, да, друзья, эта игра абсолютно бесплатная. Если вы в неё хотите поиграть, ссылочка находится в описании. Переходите, друзья, обязательно в описании, скачивайте эту офигенную игрушку и наслаждайтесь. Ну и, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, поблагодарите за то, что я ставил ссылочку на эту игру. Ребята, короче, произошёл небольшой конфуз, я решил дозаписать кусочек. Смотрите, ребята, когда я, получается, просто записывал ролик, у меня бандикам захватывает типа игру, и, получается, вот эти вот сверху менюшки он не захватил. Давайте я сейчас вам, ребята, отдельно это всё покажу. А то, знаете, ребята, я сижу в ролике, рассказываю, рассказываю. Ой, смотрите, у нас тут просто куча кораблей, самолёты, есть всякие инструменты для уничтожения кораблей. И при этом, ребят, как бы я вам всё это показываю, рассказываю, а на ролике этого нету. Как-то странно выглядит. Короче, ребята, нажимаем кнопочку File, у нас, получается, есть Load Ship. И, ребят, смотрите, сколько у нас тут всего, ё-моё. У нас, да, ребята, сегодня будет серия про Титаник. В этой игре, ребята, есть и самолёты, и корабли, и подводные лодки, и какие-то огромные конструкции. Корабли, ребята, из прошлого, из будущего, из настоящего. Короче, ребята, здесь практически всё, что только возможно здесь, ребята, в этой игре есть. И всё это, ребят, можно уничтожать. Ладно, окей, я вам всё показал. И нет, ребята, я вам не всё ещё показал. Смотрите, что у нас, ребят, ещё есть. У нас здесь, ребята, такой вот раздел Tools. Это у нас инструменты, с помощью которых мы можем уничтожать корабли. Мне, ребята, больше всего понравился инструмент Slice. Знаете, ребята, что он делает? Он, ребята, просто распиливает корабли пополам. Смотрите, воооо. Вы понимаете, что это за жесть? Ё-моё. Получается, да, друзья, мы просто можем взять Титаник и вот так вот пополам распилить. Ладно, друзья, приступаем к игре. Сейчас у нас будут всевозможные крушения Титаника, как это было в реальной жизни, как это могло быть. Короче, да, друзья, ставьте лайки, мы начинаем, поехали. Ну и первое, ребята, у нас крушение будет самого настоящего Титаника, как это было приблизительно в реальной жизни. Вы, ребята, знаете то, что Титаник плыл в 1912 году в Атлантическом океане, врезался в айсберг и затонул. Вот, ребята, что-то подобное мы сделаем. Только, ребят, знаете что? У нас как бы здесь в этой игре айсбергов нету. Вот, смотрите. Так что, ребята, мы будем делать только сами повреждения от удара этого айсберга. Я, короче, ребята, специально подготовился к этому ролику, посмотрел несколько передач специальных роликов на Ютубе про Титаник и, в принципе, уже можно сказать шарю. Я знаю, ребята, то, что Титаник был просто огромный, вроде, если не ошибаюсь, там что-то 260 или даже 270 метров. Ребят, представьте себе, 270 метров в длину, в ширину там что-то под 30 метров и в высоту 55 вроде метров. И, ребята, вроде я слышал, пробоина из-за вот этого вот айсберга была в районе 90 метров. Вы понимаете, ребят? Ну, я думаю, что-то 90 метров это, ну, треть приблизительно Титаника, что ли, или четвертая часть где-то. И давайте, ребята, мы, короче, сломаем три передних отсека, ну и посмотрим, что же, ребят, будет с Титаником. Примерно какие-то такие вот, ребят, делаем дырочки. Ну и, в принципе, я думаю, хватит. Все, ребята, наблюдаем. Титаник начинает постепенно тонуть. Да, ребят, смотрите, водичка заполняется. Очень, ребят, крутой симулятор. В нем физика просто настолько крутая. Я, ребят, когда это увидел игру, реально просто офигел. Ну и вот, ребята, знаете, такая вот печальная музыка заиграла. Она всегда, ребят, начинает играть, когда какой-то корабль начинает тонуть. Кстати, довольно-таки, ребят, быстро. Настоящий, ребята, Титаник тонул два с половиной часа, или даже приблизительно три часа. Короче, да, ребят, было очень-очень долго. Ну, как бы, это, возможно, вы так считаете, то, что это долго. Но, поверьте, друзья, это было довольно-таки быстро. Все-таки корабль гигантский. И, естественно, вы это все и так прекрасно знаете. Все думали то, что Титаник даже нельзя потопить. Так, друзья, смотрите, у нас получается практически как в фильме, да, как в реальной жизни. Он вот-вот, ребят, уже сейчас разломится. Стоп-стоп-стоп. Давайте, знаете, ребят, что сделаем? Давайте мы его разрубим на две части. Ну, типа, вы знаете то, что он раскололся на две части? О, ребят, смотрите. Одна часть у нас пошла вниз, а вторая, ребята, пока что остается на плаву. Но нет, ребят, она тоже начинает постепенно тонуть. Вы, ребят, знаете то, что Титаник настолько был огромный, настолько он, ребят, был длинный, что когда он уже начинал тонуть, да, когда он уже наполовину затонул, он, ребята, разломился на две части. О, ребят, первая, получается, часть, первый кусочек у нас упал уже вниз. Вот, ребят, смотрите. Кстати, у него реально, смотрите, вот эта труба тоже отварилась. И в настоящей жизни, да, и в фильме. Ни хрена себе, ребят. Хе-хе, прям, блин, какую-то реальную жизнь, реально затопление устроили. Так, ребят, образовался у нас воздушный карман. Это, кстати, тоже было. Вторая, ребята, уже часть падает, смотрите. Она сейчас, ребят, приземлится на первую часть. Ииии, давай-давай-давай, ребят, что же будет? Ага, я понял. Я понял, ребят. Офигеть! Ни хрена себе, ребят, повреждения, смотрите. Так, и что, ребят, будет дальше? Ну, походу, он таким вот образом застрял, да? Хотя, вы знаете, у меня тут есть, ребят, специальный инструмент, называется, вроде, если не ошибаюсь, граб. Это типа течение, вот. То есть мы можем, ребят, делать направление течения, направление воды. О, ребят, помогает, помогает, смотрите. Ну, то есть мы имитировали небольшое течение, и, ребята, Титаник начинает, получается, прям смывать. И он, ребята, еще раз падает, смотрите, на какой-то огромный угол, просто, ребята, на какой-то огромный шип. Жесточайшие, друзья, повреждения. Ну, и, по сути, все, ребят, вот и весь Титаник. Это у нас, ребята, только что было самое настоящее реалистичное затопление Титаника, точнее, его крушение. Но, ребята, давайте, теперь у нас будет сейчас альтернативная вселенная. Представим, просто-напросто Титаник, значит, плыл. Кстати, да, друзья, мы можем и это устроить, чтобы он просто даже плыл. Еще раз, выбираем, вроде, граб, да. И, ребята, короче, просто делаем куда-нибудь воздух в сторону. О, нифига себе, мы что-то, ребята, на нем поломали. Ну, короче, да, друзья, сильный ветер. И знаете, что сейчас, ребят, произойдет? Мы, значит, выбираем наш снова инструмент Slice. И, ребята, давайте представим то, что с небес ударила самая-самая мощная, самая-самая, ребят, большая молния в мире. Она, ребята, короче, бьет и просто его разрезает на две части. Чего, почему бы, собственно, и нет, ребята, альтернативная вселенная. Ну, и давайте посмотрим, что же, ребята, будет с Титаником, если он прям раскололся прям, ребят, на две части, да. Мы его, ребят, просто разрезали. И он, ребята, начинает тонуть. Кстати, ребята, смотрите, задняя часть остается пока что на плаву. Особо даже не хочет тонуть. А вот, ребят, передняя часть уже совсем-совсем начинает прям под воду идти. Так, знаете, давайте мы немножко поможем. Походу здесь, ребята, что-то нечисто. Вы видите? А, вот этот отсек остался, да. Он, ребят, получается, невредим. Ага. А вот, ребят, передняя часть уже вот-вот затонет. Вот, давайте, ребят, мы немножко поможем. Вот так вот разрежем. Дырочку, ребят, короче, вырежем небольшую. О, смотрите. И почему бы, собственно, и нет. Так, ребят, смотрите. Начинает наш Титаник тонуть. Давай, 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 давай. И, ребята, сейчас будет еще одна, короче, у нас офигенная РПшка, да, такая. Еще, ребят, одна очень крутая у нас будет сцена. Мы, ребята, короче, прям настоящее столкновение сделаем. И посмотрим, что из этого получится. Так, ребята, что-то этот Титаник совсем у нас не хочет тонуть. Очень, ребят, как-то медленно. Он реально просто у нас застыл. Но все это из-за воздушного кармана. Хотя нет, ребята, воздушный карман постепенно уменьшается. Там, ребят, все больше и больше воды становится. Все, ребят, он пошел на дно. И эта, кстати, часть тоже пошла на дно. Давайте мы немножко поможем. Ну, типа, немножко он раскололся, да, вот так вот сделаем. Почему бы, ребята, и нет. Ну, и здесь тоже давайте мы немножко поможем совсем. О, ребят. А то, так знаете, он реально будет все настоящие два часа тонуть. Это как-то неприкольно. Все, ребята, наш Титаник уже начинает идти вниз. Давайте мы его прям разделим. Вот прям, чтобы стопроцентно. Все, ребята, все тросики я там поразрезал. И все, ребята, и первая и вторая части приблизительно в одинаковое время падают. Воу, ни хрена себе. Так. И здесь, ребят, еще один удар. Неплохо это, кстати, получилось. Очень, ребят, неплохо. Так, и вызываем снова, ребята, течение. Грэп. Вот так вот, смотрите. Просто в эту сторону. И они, ребята, сейчас эти части друг на друга упадут. И будет реально жестко. А нет, смотрите. Ну, я так понимаю, это все-таки 2D игра. В 3D, как бы, мире, возможно, они там, типа, на разные части, да, приземлились друг от друга. Все-таки, ребят, небольшое течение. Так что, окей. Так, ребята, и вторая часть тоже падает. О, ни хрена себе, конечно, трещина. Смотрите. Лопнет или нет? Мне, ребят, реально интересно, будет здесь до конца трещина или нет? Нет, ребята, нет. Хотя, смотрите, Титаник постепенно у нас ползает. Давайте ему поможем. Немножко, ребята, здесь распилим. Вот так, оп. И все, смотрите. И, ребята, эта часть у нас начинает падать. Довольно-таки, ребят, реально крутой симулятор. Физика здесь просто зачетная. Я, ребят, давненько таких крутых игр не видел. Вроде 2D, вроде очень простая игра, но очень интересная. Здесь, ребят, просто такое огромное количество кораблей. Они все бесплатные, сразу есть в игре. Но это просто жесть, конечно. То есть, их не надо там скачивать, искать. Они, ребята, сразу есть в игре. Короче, да, друзья, как-то вот так вот. Знаете, что сейчас предлагаю? Тут, ребята, у меня есть, знаете, какой еще дополнительный инструмент? У меня есть, ребята, такой вот прикольный инструмент. Мы с помощью него можем делать там горы. Ну, короче, землю, короче, да. И, ребят, давайте, сейчас предлагаю, знаете, что? Сделаем мы, значит... Ну, во-первых, давайте мы сначала починим наш Титаник. Так, сейчас, релот. Вот, ребята, сделаем где-нибудь вот здесь. Вот давайте мы, друзья, ну, самую обычную землю, да? Айсберг, так сказать. Да, ребята, самый настоящий айсберг. Побольше давайте его сделаем. С помощью инструмента Grab мы, ребята, вызываем ветер. Наш Титаник сейчас начнет плыть. Да, ребята, это будет медленно, но постепенно он начнет плыть. Он, ребята, в принципе, я думаю, неплохую такую скорость сможет развить. Потом он, ребята, врежется вот в этот вот айсберг, так называемый, да, который мы искусственно сделали. И потом, ребята, этим же инструментом мы его уберем, этот айсберг, и Титаник начнет тонуть. Как по мне, очень круто я придумал, ребят, сам догадался, нигде не подсматривал, ни у кого там не увидел. Все только что сам придумал. Так, давай, 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 Титаник, плыви, плыви, плыви. Конечно, вот этот ветер очень болезненно как-то двигает Титаник, вы видите, да, в принципе, любой корабль. У него, ребят, смотрите, все вот эти вот канаты, да, мачты ломаются. Ну, ладно, в принципе, ничего страшного. Что, труба тоже поломалась? А, не показалось, ребят, показалось. Довольно-таки, кстати, он быстро, ребята, плывет, как это было и в реальной жизни. Давай, 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 что ж, ребята, мне интересно прям будет. О, смотрите, он врезается, нифига себе. Ого, это, ребят, прям реально жестко было. И мы, ребята, просто быстренько берем и убираем эту всю землю, чтобы одна, ребят, была у нас вода. Вот как раз, смотрите. Что, практически, ребят, настоящее крушение Титаника. Просто, ребята, вы ничего не знаете. Это, ребят, просто все заговоры. Это, ребят, короче, вам просто неправду рассказали. Вот, ребят, самая настоящая правда. Кстати, реалистично отвалилось, правда, аж две трубы вместо одной. Ну, в принципе, нормально. Ну, и, ребят, немножко у нас нос пострадал побольше, чем в реальной жизни. Ну, довольно-таки интересно. Знаете, это именно настоящее было и столкновение. И теперь затопление. Короче, ребят, полноценное крушение. Давай, давай, Титаник. Тони, тони. Интересно, ребят, что же будет? Как он там приземлится? Ну, значит, не приземлится, а ударится об землю. Так, вы знаете, ребят, то, что он должен нас лопнуть на две части. Вот. Ну, приблизительно как-то так. Знаете, это не сильно важно. Воу, ребята, реально жестко, конечно. Так, первая часть у нас вообще уже, ребята, практически на дно ушла. Давай, давай, давай. Все, ребята, первая часть у нас приземлилась. Неплохо, кстати, так, смотрите. Мягенько довольно, да? Ну, получается, передняя полностью сломанная часть полностью сдержала весь удар. Ну, и, ребята, тем временем уже вторая часть приземляется. Давайте теперь посмотрим, что из этого получится. Так, знаете, что? Мы, ребят, как обычно, вызываем ветер. Ну, точнее, течение. Подводное течение. Ну, по сути, то есть как бы ветер. Что-то в этом роде. О, ребят, смотрите. Оооо. Очень, ребята, было жестко. Ни хрена себе. Смотрите, ребят, походу сейчас наш Титаник еще во что-то врежется. Кстати, это довольно-таки интересный инструмент. Понимаете? Можно самое настоящее течение вызывать. Это, ребят, очень-очень круто. А ну, давайте представим то, что очень жесткое течение. И что, ребят, будет с Титаником? Вообще, в принципе, что, ребята, будет с кораблем, если его постоянно будет очень сильное течение вгонять в землю, да, или какую-то гору? Ну, кстати, просто, ребят, мы его еще сократили, наверное, в два раза, вы понимаете? Ну, что, ребята, давайте еще разочек попробуем убить мой Титаник именно столкновением. Уже, ребята, все готово. И, ребята, теперь у нас Титаник будет, получается, плыть просто на самой максимальной скорости. Ооо, и все, ребят, отпускаем. Нифига себе, жестко, друзья, жестко, жестко. Так, я постоянно, ребят, путаю эти все инструменты. Так, теперь мы просто берем и убираем эту всю землю. Давай-давай, убирайся. Ооо, неплохо. Так, ребят, смотрите. Вот, смотрите, ребят, на повреждения. Очень жесткие, ребята, повреждения. Ё-моё. Это, можно сказать, реалистичные прям повреждения. Это, получается, у нас, по сути, Титаник-то врезается не как в реальной жизни, да, то есть не аккуратненько боком носа, да, боковой частью. Получается, он, друзья, просто в лобовушечку врезается, да, прям лбом, прям, ребят, полностью всем носом. Из-за этого такие жесткие повреждения. Нифига себе, смотрите, сейчас, походу, нос, ребят, вообще отвалится. Так, подготавливаем. Хотя, давайте в этот раз не будем мы его разрезать. Возможно, он сам развалится. Всё, ребята, возможно. Давайте просто посмотрим, что из этого получится. Короче, да, друзья, вот такая-то офигенная игрушка. Называется Floating Simulator или Floating Sandbox. Ну, короче, в принципе, это одно и то же практически. Симулятор крушения кораблей. Кораблей здесь, друзья, вы видите, огромное просто количество. Есть даже и легендарный Титаник, который, к сожалению, затонул. И всякие, ребят, другие корабли, и современные всякие лайнеры, и более таких прошлых лет, и даже из будущего. И, ребят, есть и самолёты, всякие огромные конструкции. Ну, и, конечно же, ребята, есть куча всевозможных инструментов, чтобы уничтожать эти корабли. Я, ребят, вам показал буквально там 2-3 инструмента. Ну, получается, что там, ветер, разрезали мы, да, Титаник пару раз, ну, и вот эти вот пробоины. Короче, ребят, я вам показал буквально 3 инструмента. Их здесь, ребят, просто десятки. Я думаю, в принципе, покажу это всё дело уже в следующих сериях. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал. Ну, и, конечно же, предлагайте новые идеи для этой игры в комментариях. Да, ребята, скачивайте по ссылочке в описании, тоже играйте, предлагайте новые идеи. Всем пока-пока-пока.